Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Подруга много раз отменяла встречи, видимся с семьями, последние три раза предлагала я. Перестала писать, и она периодически стала писать, она по работе в разных периалах работаем. Узнаю, что действительно на выходном она работала, то есть не обманула, когда говорила, что не может встретиться. Но, как мне общаться с ней, если я обижена, я отвечаю ей только по делу, очень хочется встретиться, но кажется, с этой стороны дружба уже закончена. Алина, ну, пока ситуация складывается так, что вы чувствуете обиду, и как будто бы именно это, именно ваше чувство обиды стоит в данный момент. на пути, в общем-то, к вашей, ну, к вашей дружбе, как будто бы, понимаете, в чём штука. Вот, то есть я понимаю вас, я понимаю, что вам хочется с ней дружить и так далее, понимаю, что вам, ну, неприятно её поведение, вот, прекрасно понимаю. Но хочу сказать, что на данный момент именно ваша обида, как мне кажется, выступает препятствием. Основным, основным, основным препятствием для того, чтобы продолжать общение. Вы спрашиваете, как общаться с ней, если я обижена? Ну, в общем и целом, я бы сказал, работать с обидой, это то, что вы можете сделать. Ну, на мой взгляд, вы можете работать с обидой, если хотите, конечно. Вот. То есть, ну, то есть, понятно, что если не хотите, да, то может не работать. Но обида, которую вы испытываете, является вашим чувством, а значит вам в первую очередь и с ней в раздраж. Что можно сделать? Ну, первое, 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 что можно сделать, это рассказать человеку о том, что вы чувствуете. Вот. Ну, просто сказать ей, просто рассказать ей о том, что вы чувствуете. Вот. Просто постараться донести до нее то, что вы ощущаете. Вот. Вот. Как-то выразить ей, ну, вот, славянам. Славянам выразить ей то, что с вами происходит. Вот. Это первое, что хочется сказать. Второе, что хочется сказать, это посмотреть на то, что именно вас обидело. Вот. Третье, это увидеть, как именно формируется ваше доверие человеку, к человеку. И чего вам от нее хочется, от человека, я имею ввиду. То есть, какие ваши потребности. А, ну, если есть, конечно, вот эти потребности. Да. Да. То есть, чего вам хочется от нее. Вот. Тоже очень важный такой момент, на который имело бы смысл обратить ваше внимание. Дело в том, что, видите ли, обида чувства детск, это детское чувство. И за ним, за ней, за обидой всегда что-то стоит. Вот. Поэтому нужно посмотреть, что именно стоит за вашей обидой. Вот. Нужно посмотреть, как это чувство у вас формируется. Вот. Ну, каким образом оно у вас формируется. Вот. И тогда, вероятнее всего, вы сможете для себя решить, чего вы хотите. Вот. Да. Ну, то есть, вы сможете для себя как-то вот этот момент определить. Вот. Сейчас вы не можете этого сделать, потому что ваши чувства у вас захлёстывают. Вот. И, на мой взгляд, это нормально. Вот. Потому что, скорее всего, вы их, ну, то есть, вот, вот, свои чувства пытаетесь зажимать. Вот. Почему и как вы пытаетесь их зажимать? Это хороший вопрос. На мой взгляд, на мой взгляд, это связано с тем, что вы пытаетесь подруге своей понравиться. Вот. Ну, вы пытаетесь ей понравиться. Вот. Ну, у вас. Вот. Не получается. В этом смысле. То есть. Ну, то есть, вы видите, что подруга вас за то, чтобы себя очень ценят. Вот. Ну, она и не может вас ценить, если вы не очень, не очень цените себя. Вот. Вот. А мне показалось, что, вот, как раз, себя вы, что-нибудь, это, не слишком хорошо. Вот. 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 Поэтому сначала нужно разобраться в своих чувствах. Вот. Дальше нужно их выразить ваши чувства. Ну, подруги. Вот. А после этого уже смотреть на то, как будет, например, человек реагировать, да, то есть, что, ну, вот, что ей будет самой хотеть, как она отреагирует и устроит ли вас то, как она отреагирует или нет. Ну, а если вас как-то задевает ее поведение, то нужно смотреть на то, как именно вас ее поведение. На мой взгляд, сейчас вы демонстрируете очень серьезную зависимость от нее, вот. И, на мой взгляд, это не есть хорошо, вот. Потому что вы себя очень сильно дискредитируете таким образом. Ну, в любом случае, в любом случае, решать вам, в любом случае, как вам действовать. Решать вам, психолог не литовичек, психолог только помогает разобраться в себе, вот. Поэтому мне жаль, вот, ну, вот, вот в целом, в целом, да, мне очень жаль, что в такой ситуации вы оказались для себя, вот, ну, неприятная ситуация. Очень жаль. Вот, я могу только надеяться на ее разрешение. Вот. Вот. Если вы пишите о том, что отменяла встречу, вот, последняя, много раз отменяла встречу, вот, то, возможно, речь идет о том, что ваши пути разошлись, вот, возможно, опять же, подчеркиваю, возможно. Вот, не знаю, как на самом деле, но вот, возможно, такая история имеет нужное событие, вот. И вам, на мой взгляд, ну, не надо бы эту ситуацию исключать полностью, вот. Такая вот история. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, вот, позволю вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь с помощью, вам она пригодится.